МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Соседи! 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 Я за солью пришла. Марин, можно соль одолжить? Соседи! Уже спустя пять минут Людмила Курбатова по телефону сообщила в милицию о насильственной смерти своей соседки. Марина Галиева. 30 лет, замужем, детей нет. Младший бухгалтер суконной фабрики. О ЧП мгновенно доложили руководству города и УВД. В Днепропетровске работали оперативно. Дело в том, что этот город имел статус закрытого, работающего на оборонку. Днепропетровская милиция в числе первых оснащалась новейшей техникой. Для службы в органах отбирались лучшие кадры. Дело поручили вести следователю прокуратуры по особо важным делам Ивану Максимовичу Тарасюку. Костик, ждешь? К моменту его прибытия на месте уже активно работала оперативно-следственная группа. Следователь с удовлетворением отметил, что команда подобралась опытная. Со старшим оперуполномоченным Угро Листьевым Тарасюк раскрыл не одно запутанное дело. А судмедэксперт Каштелян вообще считался одним из лучших специалистов республики. Что тут у нас? Изнасилование, тяжкие телесные и удушение. Слушай, полный комплект, а? Давно такого не было. Что удалось установить? Следов взлома не обнаружено. Замок целый. Либо был ключик, либо она сама открыла убийцей дверь. По всему дому оставлены отпечатки. Одни из них Галиева и другие, скорее всего, ее мужа. Но подтвердить это предположение пока не представлялось возможным. Листьев сообщил, что уже отправил подчиненных на поиски Анвара Галиева, мужа убитой. Он работает персональным водителем директора металлургического комбината. Еще что интересно и примечательно. Немалая сумма денег, которая находится весьма на видном месте, также не тронули и драгоценности. Ну, значит, работали не урки. Эти бы здесь перевернули все вверх дном. Верно. Юрий Михайлович, что у вас? Смерть наступила от асфиксии. Душили предметом, похожим на ремень. Вот характерный след от застежки. Юрий Михайлович, ну а хоть примерно, когда наступила смерть? Температура тела и размер трупных пятен, типичного при смерти от асфиксии, синюшно-фиолетового цвета. Четко указывали, что смерть наступила около 11 часов назад, в промежутке между 10 и 11 часами вечера. Какой-то садист работал. Все тело в кровоподтеках, синяках, ссадинах. Бедная девочка. Слушай, она, похоже, ему тоже прилично рожу расцарапала. Ты знаешь, маленькая, но все-таки зацепка. Вот именно. Потому что царапины на лице быстро не заживаются. Разжав закостеневшие пальцы убитой женщины, Каштелян обнаружил в ее ладони клок волос. Вот это удача. Опа. Вот с этой уликой надо будет поработать потщательнее. Экспертиза волос. В отличие от дактилоскопии, баллистики и трассологии, они редко упоминаются в детективах. И напрасно. Впервые экспертизу волос применили в расследовании в конце 19 века. Французские судебные медики установили, что волосы бороды намного толще, чем волосы на голове. Это помогло обличить бородача среди нескольких подозреваемых. Волос вообще может дать много полезной информации. Пол, примерный рацион питания, наличие некоторых болезней. Давно ли человек стригся? Сразу после стрижки локон имеет зазубренный край. В течение 8 дней он потихоньку закругляется. Еще можно определить, носит ли человек головной убор. От постоянного трения волосы на затылке зашлифовываются. Казалось бы, мелочи. Но именно такие мелочи зачастую играют решающую роль в изобличении преступника. Вы знаете, скандалы и ссоры в доме Галевых было дело привычное. Людмила Курбатова была лучшей подругой Марины. Та делилась с ней женскими секретами. Недавно Марина разоткровенничалась. Рассказала, что влюбилась, собирается развестись и уехать из города, чтобы Анвар не отравлял ей жизнь с любимым человеком. В последнее время действительно Марина стала больше за собой следить. Да и видно было это по ней. Раньше она на фабрику скромная приходила, а сейчас стала наряжаться, смеяться. Видно, там кавалера себе своего и нашла. Соседи рассказали, что последний грандиозный скандал у Галевых случился позавчера. Вся улица сбежалась на крики. Анвар бил посуду, а потом на жену с кулаками набросился. Тимофею, бывшему десантнику, пришлось вмешаться. Он ревнивый Анвар был. Понимаете, Маринку грозился убить и себя убить. Ну что, пришлось пару раз вредать. Что, дурак, за топор начал хвататься? Кто? Анвар. Товарищи, ну почему вы не вызвали милицию? Ну, смотрите, тут дело семейное. Что значит семейное? Вот позвонил бы, она была бы жива. Иди посмотри, что с ней сделали семейное. Ребят, значит так, заканчиваем. Все протоколы. Пожалуйста, постарайтесь все описать. Слово в слово, если можно. И все подробности. Пожалуйста, поминутно. Анвар, муж убитый, явился домой лишь к 10 часам утра. Увидев во дворе оперативника, Галиев грубо набросился на него. Слышь, ты кто? Ты что делаешь в моем доме? Удостоверение сотрудника уголовного розыска мгновенно остудило пыл ревнивца. Мариночка. Мариночка! Тихо, тихо, тихо. Кто? Держитесь. Кто? Сука, кто? Убивать буду. Кто? Ребята, вы заканчиваете? Когда ты видел Марину в последний раз? Кто тут скандалы каждый вечер устраивал? Нам соседи сообщили, что ты собирался ее убить. Вы что, меня подозреваете? Все, еще раз. Рыпнешься, в кутунскую брошу. И будем говорить там по-другому. Ты меня усек. Анвар рассказал, что директор металлургического комбината Черемушкин, у которого он работает водителем, большой любитель женщин. Возит любовниц на дачу подальше от посторонних глаз. Вчерашним вечером директор приказал отвезти его за город с секретарши. Сказал подождать его два часа. В общем, были они там до утра. Все это время я был в машине. А начальник этот, Черемушкин, может это подтвердить? Вряд ли он будет об этом говорить. Показания Галиева нужно было проверить. Исследователь Тарасюк решил не откладывать разговор с директором Черемушкиным. Давай сделаем так. Я сейчас пойду на медкомбинат. У меня дикое желание побеседовать с его директором. А ты здесь все закончишь и оформил ли его подписку о невыезде. Иван Максимович, ну мы время теряем. Давайте его брать. У нас есть мотив. Дверь была открыта. В конце концов, ревность. У тебя есть хоть одна улика? Значит, давай все-таки проверим алиби. А потом будем принимать решение. Хорошо? Костя! Костик, заводи! Следователь был уверен, Галиев не сбежит. У него была возможность скрыться, но он же вернулся домой. В начале разговора со следователем директор металлургического комбината Черемушкин заявил, что знать не знает, где его водитель провел ночь. Но Тарасюк сообщил, что расследует убийство и шутить не намерен. Директор сознался, что Галиев отвез его на дачу, но дать гарантию, что Анвар за всю ночь никуда не отъезжал, не мог. Неподалеку от ведомственного поселка, в котором располагалась дача Черемушкина, находился стационарный пост ГАИ. Туда и отправился Тарасюк. Дежурившему ночью лейтенанту ГАИ Илье Коновалову приказали задержаться для разговора со следователем. Здравия желаю, старший следователь прокуратуры Тарасюк. Лейтенант Коновалов, слушай. Товарищ лейтенант, вспомните, пожалуйста, за время вашего дежурства проезжали машины в сторону дачного поселка? Вчера вечером проезжала Волга, вот точь-точь, как у вас. И все время оставалась там? Нет, вернулась она в 8 утра. Номер машины вы запомнили? 2973 ДНП. Скажите, пожалуйста, она могла каким-то образом объехать ваш пост и проехать по другой дороге? Теоретически, да. Есть объездная дорога, но если там дорогу не разнесло полностью. Ага, ага. Товарищ лейтенант, проследуйте машину, покажите нам дорогу и посмотрим, может ли проехать машина. Давайте. Костя, давай лейтенант, дорогу покажет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Изнасилована и убита бухгалтер суконной фабрики Марина Галиева. Соседка покойной рассказала, что женщина нашла себе нового возлюбленного, но продолжала жить с мужем. Из-за этого в доме случались ссоры. В ночь убийства Анвара мужа Марины не было дома. Мужчина сказал, что в это время был в ведомственном поселке, ждал своего начальника. Гаишник подтвердил, что машина Галиева всю ночь была в поселке. Но водители с опытом знают и объездную дорогу. Следователь выясняет, мог ли Галиев, минуя пост ГАИ, съездить домой, вернуться в поселок и таким образом создать себе железное алиби. На чем свет стоит, проклиная распутицу и буйраки, водитель Костик с трудом пробирался по колее. Приехали, по-моему. Застряли. Идем, лейтенант, подмогнем. Сейчас Костик толкнем, подожди, поможем. Давай, Костя, в рассказечку давай. И раз. Давай, лейтенант. Давай, Костя, давай. Пока толкали Волгу, Тарасюк обратил внимание на красный цвет почвы. Лейтенант пояснил, грунт в этом районе богат железом. Даже сотрудники НИИ приезжали, пробы брали. Поехали. Эксперты взяли сравнительные образцы почвы с оперативной машиной и Волги, закрепленной за Анваром Галиевым. На удачу сыщиков работники гаража еще не успели ее помыть. Если экспертиза выявит на днище авто Галиева красный железистый ил из лечебного озера, это будет серьезным аргументом для обвинения. А пока сыщикам предстояло восстановить последний день жизни Марины Галиевой. С кем общалась, во сколько ушла с работы. И самое главное, попытаться среди фабричных коллег отыскать ухажера Марины, из-за которого она намеревалась бросить мужа. К тому времени известие о страшной смерти Галиевой уже докатилось до фабрики. Это обсуждали все. Как и предписывает служебная инструкция, вахтер сразу сообщил о приезде правоохранителей начальнику охраны. Добрый день. Никодимов Петр Ильич. Давайте я вам помогу. Дай спичку. Я уже в курсе. Пройдемте в кабинет. Прыбка. Велоподготовка. Точно один из наших. Тарасюк не ошибся. Никодимов ранее служил в следственном аппарате УВД. Из-за инвалидности был вынужден уйти в отставку. Петр Ильич, а что ты можешь нам рассказать о Галиевой, а? Петр Ильич охарактеризовал младшего бухгалтера Галиеву как исполнительного пунктуального работника. Тихая, скромная. Но только вчера я ее видел. И во сколько она вчера ушла с работы? Посиделки были вчера. У кого-то из бухгалтерских девчонок было день рождения. Разошлись с полдевятого. А у вас что, разрешают до такого времени находиться на фабрике? Да нет, конечно, не положено, но уболтала молодежь. День рождения. Ну и ушла она, конечно, сама, да? Да нет. С Гришей и Вернигором ушла. А Вернигора у нас кто? Многие в коллективе знали о любовной связи Вернигора и Галиевой. В последнее время они не очень-то и скрывали свои отношения. Никодимов описал Григория положительно. Только уж больно он скрытный, нелюдимый. Узгляд, знаешь, такой рыскающий. Ну, это еще не страшно. Да нет. Сидел он. Листьев, сходи в отдел кадров. Возьми папку, наверное, Вернигора, личное дело. И давай мухой сюда. А мы тут побеседуем. Петр Ильич, а ты меня чайком не угостишь? Чего же хорошего человека не угости чаем? Ну, спасибо. А то промерзли. Погода сегодня на улице. Ужас. Иван Максимович, нужно поговорить. Никодимов и Тарасюк не успели толком посидеть. Через пару минут вернулся оперуполномоченный. По озабоченному выражению лица Тарасюк понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Иван Максимович, он у нас на крючке. Что ты там накопал? Сейчас объясню. В машине, по пути. Так, стой. Что случилось? Объясни мне. Сидел Вернигор по 117 статье. Понимаете, о чем я? Изнасилование. Верно. Поехали. Эти данные выводили из-под подозрения мужа Галиевой. Костя, механизаторская 12. Гони. Листьев успел выяснить, что утром Вернигор был на работе. Когда же коллеги сообщили ему о смерти Марины, Григорий сказался больным и отпросился домой. В отделе кадров сообщили адрес, по которому он снимает комнату. Внимание, внимание, говорит Листьев. На механизаторскую 12 срочно выслать оперативную группу. В конце 1965 года занявший пост министра внутренних дел СССР Щелоков стал активно внедрять технические новшества. Экипажи машин УВД, ГАИ, ППС и медвотрезвителей стали оснащаться первыми переносными радиостанциями «Уран» и «Марс». В крупных городах начали строить собственные телеграфные сети без захода на узел Министерства связи. Центр ядерной и космической промышленности, закрытый город Днепропетровск, одним из первых оснастили мобильной связью. Несмотря на то, что Костик гнал «Волгу», нарушая все возможные правила дорожного движения, сыщики опоздали. Клавдия Никулина, у которой Вернигор снимал комнату, сказала, что квартиранта дома нет. Внезапно вернувшись с работы, Григорий стал куда-то быстро собираться. Был невероятно взбудораженный, заведенный. А куда он собирался, не сказал? Не сказал, сказал только, что на поезд должен успеть. Но на ЖД вокзал, чтобы попасть направо, надо побежать. Там двойка ходит, а он налево побежал. Конечная семерка. Автостанция Южная. Коль, мы в машину. Что-нибудь из личных вещей, пожалуйста, захвати. Есть. Ребята, машина, быстро. Это его куртка. Его. А что случилось? Ушел Вернигор около 40 минут назад. Действовали сыщики стремительно. Каждая секунда была на вес золота. Отсюда до станции минут 20-25. Если поторопимся, можем перехватить Вернигора. Старший оперуполномоченный УГРО приказал блокировать автостанцию, приостановить выезд рейсовых автобусов. После этого Листьев связался с кинологической службой и попросил направить на автостанцию инспектора с поисковой овчаркой. Внимание, внимание всем! Ближайшим к автостанции Южная, экипажам ППС и ГАИ. Внимание, внимание всем! Ближайшим к автостанции Южная, экипажам ППС и ГАИ. Выяснилось, что за это время с автостанции Южная отбыло три рейсовых автобуса. Работники ГАИ получили приказ их остановить и произвести проверку документов пассажиров. В это же время около 50 сотрудников УГРО и ППС блокировали станцию. Здравия желаю. Вещи подозреваемого. Идентифицировать личность Вернигора было крайне сложно, поскольку его фото не успели растиражировать и раздать милиционерам. Надеялись на поисковую собаку. Уберите собаку, я сдаюсь! Итак, Вернигор Григорий Валентинович. Да. Женат? Нет. Во время допроса Григорий Вернигор замкнулся, отвечал односложно. Тарасюк заметил у него на шее свежий порез. Вы знаете, что позавчера вечером была убита Марина Галиева? Да. И вы не виновны? Нет, не виноват я. Не убивали. Тогда объясните мне, пожалуйста, откуда у вас вот эта царапина на лице? Порезался, когда брился. Порезались. Хорошо, проверим. Не виноват я! Следователь предложил Григорию чистосердечно сознаться в убийстве Галиевой. Вернигор ответил решительным отказом. Стал уверять, что любил Марину. Тогда почему ты собирался сбежать из города? Так я так и знал, что вы все шить будете мне. Вам же мента все равно бы галочку поставить за раскрытие. А зачем вы так о милиции, а? Григорий процедил, что раньше думал иначе. Но ему пришлось отсидеть 8 лет за то, что он не совершал. Он никого не насиловал. Просто пьяный спал в соседней комнате, когда его дружки это учинили. Мне по беспределу пришили статью. Там групповое было. Я вообще не при делах. И на зону я назад не пойду. Я лучше руки на себя наложу. Давайте сделаем так. Следователь сказал Вернигору, что тогда у него шанс один. Сотрудничать. И все точно припомнить до мелочей. И начать надо с подробного рассказа о Марине. Да любили мы. Любили мы друг друга. Я ее любила, она меня любила. Мы вообще из этого города уехать хотели. А почему вы собирались уехать? Потому что мужа она своего боялась. Да одури боялась. Говорила, убьет и нас, и себя. Тогда почему не уехали? Не успели. Видать, проклятие на мне лежит. О последнем вечере перед смертью Марины Вернигор вспоминал с горечью. Он рассказал, что после вечеринки в бухгалтерии они немного прогулялись по парку. Потом Григорий проводил Марину до дома. Вернигор вспомнил, что неподалеку от дома Галиевых они увидели какого-то высокого парня. Тот стоял в тени деревьев. Курил в кулак, потом плюнул, задавил сигаретку и спрятал в карман. Вы это точно запомнили? Да-да-да, я еще подумал, что явно бывший зэк. Такую привычку ничем не выкариваешь. Курева на зоне на вес золота, поэтому ни один зэк не выбросит, не растопчет сигарету. Значит, говорите, бывший сиделец. Ну ладно, проверим еще раз Галиевых, опросим соседей, соберем все показания еще раз. Конвойный! Забирайте. Да, и пожалуйста, дайте ему в камеру бумагу и ручку. Георгий Валентинович, все, что вы мне сейчас рассказали, напишите, пожалуйста, в мельчайших подробностях. Все, что помните, может быть, вспомните еще что-нибудь. Это же в ваших интересах. Поводите. Следователь не исключал, что Вернигор мог просто-напросто выдумать этого парня, чтобы толкнуть следствие на ложный след. Алло, Юрий Михайлович, добрый день, уважаемый. Тарасюк. Юрий Михайлович, у меня к тебе просьба. Подъедь, пожалуйста, в СИЗО. Да, в наше. У нас там сидит задержанный Вернигор. Юрий Михайлович, посмотри, пожалуйста, у него порез на левой щеке. Ага, да, по делу Галиевой. Он утверждает, что он порезался бритвой во время бритья, а может, царапины. Секунду. Заходите, товарищи, заходите. Да, Юрий Михайлович, я с вами. Посмотри, пожалуйста, и как только будут готовы результаты. Да знаю, что вы заняты, Юрий Михайлович. Но я знаю, что... Юрий Михайлович, личная просьба, пожалуйста. Я тебя очень прошу, как можно быстрее. Вот спасибо, дорогой. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Кто будет докладывать? Криминалист Пащенко предоставил результаты экспертизы почвы. На Волге Галиева следов железистого ила не выявлено. Далее. Угу. Исследованы фрагменты волос, найденные в руке погибшей. Во всей видимости, они принадлежат мужчине 30-35 лет, скорее всего, очень курящему. Угу. Отлично. И что самое главное, под ногтями Галиевой обнаружены шерстинки темно-зеленого махера. Угу. Скорее всего, от шарфа. У вас все? Да. Молодца. Хорошо поработали. Листик, бери ребят и найди-ка мне этого владельца зеленого шарфа лет 30-35, очень сильно курящего. Давай, ребята, работать. Будь сделана. Алло. Да, Тарасил. Дубленка, меховая шапка и непременно индийский махеровый шарф. Так выглядел идеал советского модника. Махеровые шарфы мужчины носили на шее, а женщины обвязывали вокруг головы. Они были невероятным дефицитом. С рук стоили 50 рублей. Люди, которые не могли позволить себе такую роскошь, шли на хитрость. Красили ватин под махеровую клетку и начесывали шарфы. Но эти жалкие подделки не шли ни в какое сравнение с настоящим шарфом из шерсти ангорской козы. Легким и очень теплым. На лето шарфы заматывали в свежую газету, чтобы моль не поела ценную вещь. Оперативники решили выяснить, видел ли кто-то из соседей убитой высокого мужчину в характерном шарфе. Василий Архипович вспомнил высокого молодого человека, который довольно продолжительное время стоял около дерева, неподалеку от двора Галиевых. Он стоял вон там, вот, и пыхтел, как паровоз, одну за одной, понимаете? Вот такое вот. Исследовав указанное Архиповичем место, криминалист Пащенко обнаружил множество подмокших горсток табачного пепла. Но при этом ни единого окурка найдено не было. В разговоре с Листьевым Тарасюк признался, что у него складывается впечатление, будто следствию кто-то специально подсовывает Вернигора в качестве убийцы, пытается использовать его насильницкую статью. Этот кто-то явно работает на фабрике, потому что он хорошо знает взаимоотношения между Мариной и Григорием. Скажите, а фабричного сторожа опрашивали? Да, ну не то, чтобы опрашивали, но чутье мне подсказывает, Вернигора не при делах, не при делах. Хотя, ты же видел, эти урки иногда так сыграют, что Андрей Миронов вам завидуется. Знаешь что? Езжай на фабрику и прошерсти еще раз всех. Проверь, у кого с кем были конфликты. Выясни все про взаимоотношения между Мариной и Григорием. Обязательно все. А я попробую еще раз вернуть. Не будем делать времени? Не будем. Поехали. Вернигор рассказал, как пять дней назад он заметил, что Марина чем-то расстроена, удручена. Григорий стал добиваться правды, и Марина созналась, что обнаружила несоответствие цифр в отчетах списания бракованного сукна. Явно заведующий цехом готовой продукции мошенничает. О своих подозрениях Галиева рассказала начальнику охраны Никодимову. Тот пообещал разобраться и пока помалкивать, чтобы не наводить тень на порядочного человека. Но день спустя у нее в столе кто-то рылся, и пропали документы о списании сукна. Угу. Интересно. Галиева практически не сомневалась, что в воровстве замешаны заведующий цехом готовой продукции Яцко и начальник охраны Никодимов. Только вот доказательств у Марины не было. И что вы ей посоветовали? Я посоветовал обратиться к директору завода. Тот мужик правильный поможет. Вскоре выяснилось, что утром 12 ноября Галиева записалась на прием к директору суконной фабрики. Но тот на работу не явился, вызвали в главку. А уже вечером Марину убили. За Никодимовым и Яцко было установлено наружное наблюдение. Совершенно очевидно, что однорукий инвалид Никодимов вряд ли бы физически совладал с Галиевой. Но если он причастен к убийству, тогда нужно искать сообщника, исполнителя убийства. Уже на второй день топтуны из службы наружного наблюдения сообщили, что после рабочего дня Никодимов прибыл на автостанцию и купил билет на загородный автобус. Оперативная «Волга» догнала этот автобус. Около поселка Кренички начальник охраны Никодимов сошел. Изнасилована и убита бухгалтер суконной фабрики Марина Галиева. Соседка покойная рассказала, что женщина нашла себе нового возлюбленного Григория Вернигора, мужчину с судимостью за изнасилование. Вернигора арестовали, но в деле появился новый подозреваемый. Загадочный мужчина в зеленом шарфе. В ночь убийства он ошивался возле дома покойной. Вернигор рассказал, что во время сверки на работе Марина обнаружила махинации со списанным сукном. Об этом она сообщила начальнику охраны Никодимову. А на следующий день ее убили. За начальником охраны установили слежку. После работы Никодимов сел в автобус, вышел в поселке Кренички. Оперативники наблюдают, куда приведет их след. Оперативники наблюдают, куда приведет их след. Субтитры создавал DimaTorzok Кренички Кренички Оперативники наблюдают, куда приведет их след. Друзья, Оперативники на работе Кренички Кренички Продолжение следует... Продолжение следует... Я тебе сейчас вторую лапу отдавлю. Ребят, работаем. В городе не светись пару недель. Схоронись где-нибудь. Суки! Черствую! Держи! Держи! увечья. Губарев пытал женщин, чтобы узнать, где они прячут ценности. И что интересно, именно Никодимов вел дело Губарева. Припертый к стенке неопровержимыми доказательствами, Губарев сознался, что для убийства Галиевой его нанял Никодимов. Около 10 дней назад они случайно столкнулись в Днепропетровске, куда Губарев прибыл в надежде разжиться деньгами. Ради смеха Губа попытался стрельнуть трешку у мента, который отправил его за колючку. Но Никодимов грубо отшил бывшего подследственного. Каково же было удивление Губы, когда через пару дней Никодимов разыскал его в поселке. Предложил работу, хорошие деньги. Сколько он тебе предложил? Три косаря. И за три тысячи. Ты мразь. Вот так вот изуродовал девчонок. А что мне делать? Денег нету. Никому не нужен. Никодимов выдал аванс тысячу рублей. Особо подчеркнул, что жертву нужно непременно изнасиловать и ни в коем случае ничего не брать из дому. Прибыв в креничке для окончательного расчета, Никодимов и прокололся. Во время дальнейшего допроса Губарев рассказал, что три дня следил за жертвой. Ждал удобного момента. На, дорогая, вот и пришли. Спокойной ночи. continuаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откройте, срочно телеграмму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Губарева изъяли брючный ремень и махеровый шарф, который был на нем вечер убийства. Экспертиза подтвердила, именно этим ремнем была задушена Марина Галиева. Металлическая застежка оцарапала шею жертвы, и на коже ремня остались едва заметные бурые пятна крови, принадлежащие Галиевой. Высший цинизм состоял в том, что после убийства Губарев, как ни в чем не бывало, продолжал носить этот ремень. Допрос Губарева длился три часа. После того, как убийца во всех подробностях рассказал об изнасиловании и убийстве жертвы, следователь Тарасюк потребовал подписаться на каждом листе протокола. На, подписывай. Подписывай, я сказал. Подписывай. Конвойный! Конвойный! Уведите. Иди глазами зыркой. Тарасюк подумал, что еще пять лет назад такую погонь, как Губарев, и на пушечный выстрел не подпустили бы к городской черте Днепропетровска. Но сейчас времена изменились. Указ, который в народе прозвали 101-й километр, фактически прекратил действовать в конце 1965 года. До этого времени рецидивистам, осужденным по тяжким и политическим статьям, диссидентам и тунеядцам запрещалось селиться в пределах 100-километровой зоны вокруг Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Еревана, а также закрытых городов Севастополь и Днепропетровск. Петр Ильич Никодимов свою вину признавать отказался. Он заявил, что Губарев его оговорил. Губарев, гаденыш, просто мне мстит за то, что 10 лет назад я его закрыл. А 2000 рублей, которые мы изъяли у вас при задержании, вы везли ему в знак благодарности, да, за то, что он вас оговорил, да? Ну, человек откинулся. Ни семьи, ни работы. Я ему просто хотел помочь. И вы ему вот просто так взяли и отдали 2000 рублей? Ну, а партия как нас учит? Воспитывать молодежь, помогать поступившимся. Слышишь, ты... В конце допроса Тарасюк сообщил подсудимому, что по материалам ОБХСС против него возбудили еще одно дело за расхищение социалистической собственности, совершенной в составе группы лиц. Конвой! Уведите его! И все же следствию удалось собрать доказательную базу. Уж слишком много ошибок и проколов совершил Никодимов из-за спешки. Когда Галиева сообщила начальнику охраны о подозрениях, Никодимов стал искать способ, чтобы заткнуть ей рот и вспомнил о бывшем подследственном Губареве. Вот только не думал Никодимов, что сыщики так быстро выйдут на него. Поэтому и поехал в кренички, чем выдал себя с потрохами. Василия Губарева приговорили к высшей мере наказания расстрелу. Учитывая инвалидность Петра Никодимова, суд присудил ему 15 лет к тюремному заключению. Отбывал он их в специализированной колонии для бывших правоохранителей. Но не отсидевый 5 лет, скончался. Возраст.